С волнением обладатели красных дипломов первыми поднимались на сцену конференц-зала. За ними победители Олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, волонтеры масштабных мероприятий международного уровня, всех традиционных академических мантиях и конфедератках. Самый важный документ выпускникам вручал первый проректор Российского университета дружбы народов Александр Ефремов. Я поздравляю вас с тем, что вы получаете сегодня дипломы о высшем образовании. Мы, Надежда Ивановна, тоже гордимся, что у нас есть Сочинский институт, весь университет дружбы народов. Одни после бакалавриата продолжат учебу в магистратуре, другие уже подыскивают работу. Анвар возвращается в Чарджоу, где будет преподавать туркменским ребятам историю России. Говорит, самым сложным здесь, в институте уже справился. Поначалу чуть-чуть было трудно, а сейчас уже после второго, после третьего курса уже все нормально, прекрасно. Хотелось бы сказать спасибо большое за эти знания, за поддержку. Все четыре года поддерживали. А по красной ковровой дорожке за заветными дипломами идут специалисты среднего звена. Повара, дизайнеры, техники-технологи, бухгалтеры, программисты. У нас также была практика, практика в лучших отелях и ресторанах. Я, например, проходила практику в Редисоне. Неповторимый опыт, на самом деле бесценный. Грандиозный перформанс под открытым небом объединил выпускников, родителей и преподавателей. Кстати, более 34 тысяч выпускников, специалистов подготовил наш вуз и ранее существующее учебное заведение. Они счастливы, они учатся, они понимают, что это не окончание. Это всего лишь промежуточный этап. Те, кто уже получил дипломы, могли принять участие в съемках моментального видеоклипа. Повсюду можно было наблюдать, как выпускники делали памятные селфи с теми, с кем 4 года слушали лекции, писали конспекты, готовились к экзаменам. Для того, чтобы этот праздник им запомнился на всю жизнь, на территории вуза было организовано множество интерактивных и фотозон. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.